Питание как профилактика онкологических заболеваний. Многие онкологи считают, что наиболее эффективная профилактика рака – это здоровье питания. Опытным путем выделены некоторые продукты, регулярное употребление которых помогает снизить риск развития онкологических заболеваний. Брокколи, а также обычная цветная и бруссельская капуста, содержит антиоксиданты, влияющие на снижение риска возникновения опухоли молочной железы и другие виды рака. Вещество изотеоценат, содержащийся в капусте, является токсичным для клеток опухоли. При этом оно никак не влияет на нормальные клетки, цельные зерна. Содержит различные противораковые соединения, в том числе антиоксиданты, пищевые волокна и фотоэстрогены. Употребление злаков и цельнозерновых продуктов в адекватных количествах может снизить риск развития рака толстой кишки. Зелень с темными листьями, такие как шпинат, рукола, базилик – богатый источник каратоноидов, способствующих выведению из организма опасных свободных радикалов. Друзья, если вам интересны наши старания, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Мы продолжаем. Виноград содержит рисфератрол, являющимся антиоксидантом, способным предотвратить повреждения клеток. В состав зеленого чая входят флавоноиды, которые способны предотвратить или замедлить развитие нескольких типов рака, включая рак толстой кишки, печени, молочной железы и простаты. Томаты – источник соединения под названием ликопин, которая помогает снизить риск рака простаты, молочной железы, легких и желудка. Черника. По сравнению с другими ягодами содержит самое большое количество полезных соединений. Льняное семя. В его состав входят лигнаны, способные оказывать на организм эффект антиоксидантов и блокировать или подавлять раковые изменения. Морские водоросли. Имеют в своем составе кислоты, которые помогают при лечении рака легких. Цитрусовые. Грейпфруты содержат манотерпены, которые помогают снизить риск развития рака всех видов, выводя канцерогенные вещества из организма. Некоторые лабораторные исследования также показали, что грейпфруты могут препятствовать развитию рака молочной железы. Апельсины или лимонной содержат лимонен, стимулирующий работу иммунных клеток, которые уничтожают раковые клетки. Кофе снижает риск развития базально-клеточной карциномы, одного из самых распространенных видов рака кожи. К такому выводу пришли ученые из Бостонского отделения Американской ассоциации научных исследований в области раковых заболеваний. Они утверждают также, что кофе полезен для профилактики плоскоклеточной карциномы и меланомы, наиболее редкой и самой опасной формы рака кожи. Зона риска. Что из пищевых факторов провоцирует рак? Если постоянно перекусывать сладостями, то риск рака матки резко возрастает, предупреждает женщин шведские ученые из Каролинского института. Дамы, позволяющие попалывать себе печеньем, кексами 2-3 раза в неделю, на 33% чаще страдают от рака. Оксфордские ученые тоже сделали недавно сенсационное заявление. Даже малое количество алкоголя увеличивает риск раковых заболеваний. Согласно их исследованию, каждый десятый британец и одна из 33 британных страдают от рака из-за употребления алкоголя. В первую очередь спиртное провоцирует возникновение рака груди, ротовой полости, пищевода и кишечника. Ученые из немецкого центрального офиса по вопросам алкогольной зависимости пришли к похожим выводам. Даже простое пиво повышает риск онкологических заболеваний. Медики подсчитали, что если каждый день выпивать аналог 50 граммов чистого спирта, шансов заполучить рак становится больше в 3 раза. Если же количество спиртного в сутки превышает 80 грамм, вероятность заболевания раком становится больше 18 раз. На заметку. Известно более 100 различных форм рака. При этом 80% из них можно вылечить полностью, но при одном условии. Болезнь важно диагностировать на ранней стадии. Следует обратиться к онкологу, если температура 37-37,3 градуса сохраняется более 1 месяца. Длительное время увеличены лимфоузлы. Родинки на коже вдруг меняются в размерах цвете. Любые уплотнения в груди. Необычные выделения у женщин. Затруднения мочеиспускания у мужчин. При наличии данных симптомов обратитесь к врачу.